Всем доброго! Добрый день, с вами Аврора Дайджест. Редакция Аврора Медиа собрала топ острых событий в Хабаровском крае. Налаженные связи губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева позволяют ускорять рассмотрение насущных вопросов, донося их суть напрямую до Федерального центра. Также накануне глава региона вновь отправился с рабочим визитом в Москву, чтобы лично обсудить ряд вопросов с первыми лицами страны. Завершение строительства детского больничного комплекса в Комсомольске-на-Амуре стало основной повесткой в ходе беседы с заместителем министра обороны Российской Федерации Тимуром Ивановым. За работу, по словам губернатора, возьмется военно-строительная компания. Не забыл губернатор и замминистра о всеобщей работе по налаживанию логистических цепочек. Стороны обсудили пути развития транспортно-логистической инфраструктуры на побережье Татарского пролива. Следующим Михаила Дегтярева принял министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов, с которым губернатор поделился сведениями о неблагоприятном положении региона в связи с неотступающими лесными пожарами. В качестве возможного варианта решения проблемы было предложено нарастить силы для эффективного тушения и выделить соответствующие финансовые средства. Другой вопрос, требующий пристального внимания – продолжение строительства гидросооружений в Комсомольске-на-Амуре. Реализацию мер, направленных на ликвидацию лесных пожаров, губернатор затронул в беседе с полномочным представителем президента РФ в ДФО Юрием Трутневым. Помимо прочего, встреча была посвящена разработке мастер-плана Хабаровска, включающего развитие региона с помощью поддержки местного бизнеса и привлечения новых инвесторов. Подходит к концу первый месяц работы регионального оператора по вывозу ТКО. Регулярные рейды по точкам обращений граждан совершают представители Министерства ЖКХ Края, которые отмечают, что ситуация постепенно нормализуется. Накануне качества вывоза мусора специалисты проверили в Краснофлотском районе Хабаровска в районе улицы Руднева, 98. Жители дома обозначили проблему. На контейнерную площадку приносят и привозят мусор не только жильцы соседних домов, но и из частного сектора. Водителям спецтехники приходится заезжать на эту площадку 2-3 раза в день, чтобы освободить контейнеры. Как сообщил министр ЖКХ Края Дарий Тюрин, решить проблему можно, если за каждой территорией закрепить контейнерную площадку, оборудованную по нормативам. Кроме того, правительство Края поможет увеличить количество контейнерных площадок. Выделено около 30 миллионов рублей на евроконтейнеры, которые появятся в регионе в октябре 2022 года. Министр также обратил внимание на необходимость поступательного внедрения системы раздельного сбора отходов, чтобы платить по факту накопления. Отмечается, количество обращений на работу регоператора на горячую линию регионального Мин-ЖКХ существенно снизилось со 180 в начале июля до 3-5 раз в день. Сейчас обращения поступают от жителей ИЖС частного сектора и юридических лиц о заключении договоров. Россияне теперь могут бесплатно пожить в новостройках. Застройщики в регионах готовы предоставлять свои квартиры для тест-драйва потенциальным покупателям. Об этом сообщили федеральные компании «Этажи». Пока тест-драйв квартир в новых домах запущен только в Тюмени. В будущем такую услугу планируют распространить по всей стране. Рассматривают эту возможность и в Хабаровске. Тест-драйв квартир пока не носит массового характера, но интерес к нему со стороны потенциальных покупателей квартир достаточно высокий. Такой вариант интересен также для иногородних покупателей, которым не нужно нести дополнительные затраты на аренду жилья при приезде на осмотр. Сразу несколько метеорологических служб сошлись во мнении о том, что почти всю Россию ждет шокирующий финал лета 2022 года. В августе синоптики ждут климатическую русскую рулетку, которая сделает погоду в стране, мягко говоря, непредсказуемой. Судя по прогнозу специалистов, в южных территориях Дальнего Востока страны, в Владивостоке, Хабаровске, Благовещенске и Биробиджане начало августа будет необычно жарким. В первую декаду последнего летнего месяца до плюс 35 с ливнями и грозами. К середине августа регион накроет зоной холода. В Амурской области и Хабаровском крае по ночам показания термометров неожиданно рухнут ближе к нулю градусов. В Хабаровске открыто межрегиональное отделение Федерации дзюдо России в Дальневосточном федеральном округе. Единогласным решением президиума спортивной организации главой назначен первый вице-губернатор региональной администрации Александр Никитин. В Хабаровском крае на сегодня действуют три спортивные школы в Комсомольске-на-Амуре, Советской гавани и региональной столице, где работают семь штатных тренеров. Дзюдо занимаются 1286 жителей края. Из них 948 детей постигают азы единоборства в спортивных школах. Благодарим за просмотр. Следите за нашим дайджестом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова